Всем привет! Вы на канале Стивен Геймс, я продолжаю играть в игру Injustice. Уже как-то неделю вышел ранний доступ на Соломона Гранди Земля 2, и я до сих пор не снял по нему ролик. Поэтому давайте попробуем сегодня это сделать. Подбор команды таков. Соломон Гранди Земля 2, Дестроу Красный Сын и Чудо-женщина Красный Сын. Попробуем сыграть этими персонажами, ну и, конечно же, посмотреть на Соломона Гранди. Здесь будет демонстрация, по сути, самой Тимы, а не именно одного лишь персонажа Соломона Гранди. Поэтому маловероятно, что я продемонстрирую спецприем 3, ну и, конечно же, спецприем 1, хотя все возможно. Поэтому сразу предупреждаю, если кто-то хочет увидеть именно эти спецприемы. На Соломона Гранди я поставил броню Лекс Корп модификации 2, ножи Адепта Лиги Убийц и Бистик. Также пассивка Соломона Гранди звучит таким образом. При вступлении в бой аура Соломона Гранди наносит противнику длительный урон, шанс разложить один предмет экипировки за матч при вступлении в бой. В принципе, неплохо, но разложит, либо не разложит, как-то непонятно даже. Дестроук Красный Сын, у него экипировка на Рукавнике Азраэля, Атаган Рассальгула и Длинный Меч из Прометия. Наконец-таки я правильно научился произносить данную экипировку. Ну и, конечно же, пассивка. Все персонажи команды Дестроука ускоряются на 5% за каждого персонажа из вселенной Красный Сын. У меня 2 персонажа Красный Сын, значит 10%. Ну и, конечно же, последний персонаж это Чудо-женщина Красный Сын. На ней стоит просто 4-й мир и сила Красного Сына, Чудо-женщина и ее союзники получают бонус к скорости набору силы в 15% за каждого персонажа типа Красный Сын в команде. Итого получается 30%. В общем, как-то так. Ну и, конечно же, мне хотелось бы отметить, что Соломоном Гранди я буду бить тапами, Дестроуком я буду бить тапами, а Чудо-женщиной даже не знаю, буду ли я играть. Скорее всего, она у меня будет работать как щит, поэтому посмотрим. Эпическую битву выбираю. Не знаю, сколько я матчей пройду в эпической битве, потому что у меня иной раз получалось именно этой командой пройти все 5 битв. Иногда даже 3 битвы, потому что попадалась Убийца Мороз, как я ее ненавижу. Ну и что поделать? Давайте глянем. Первая команда Бэтмен Лед Псиархема, Найтвинг Нью-52 и Думс Дей. В целом, победить эту команду очень легко, поэтому Соломон Гранди здесь даже, мне кажется, и один справится, если захочет. У него очень быстрое накопление силы и плюс спецприем 2 наносит 83 тысячи урона. Кстати, накопление силы на 80% увеличено, благодаря экипировке, стоящей на самом Соломоне Гранди. Ну и, конечно же, пассивкам персонажей, состоящей в данной команде. В общем, как-то так. Так, отлично, наконец-таки, наконец-таки я дождался этого момента, здесь я блок забыл поставить, но ничего страшного. У меня сработает сейчас регенерация, поэтому все хорошо. Давай-давай, наноси как можно больше урона, Соломон. Давай не подведи команду, отлично. А то в самом начале боя лишиться столька здоровья, это очень плохо. Отлично, поглощаем его урон, ну и давай добиваем его, 190%. Ну, не совсем мы его добили, но да ладно, главное, что неплохо сработались. Блин, кто-то на это, как ты наносишь урон здесь. Отлично, спецприем 2, я надеюсь, ты не успеешь заблокироваться. Нет, этот сволочь успел заблокироваться. Так, мне нужна сейчас чудо-женщина будет, поэтому я выстрелил и сразу чудо-женщину выбираю. Да, Думс Дэй, конечно, я ожидал от тебя гораздо большего. Ладно, наносим спецприем 2, при этом контратакуем. Ну и я надеюсь, Думс Дэя мы добиваем. Блин, практически все персонажи поцарапаны, но, к сожалению, никого еще не прикончил. Ладно, ждем момента, ждем момента. Думс Дэй, давай, точнее Соломон Гранди против Думс Дэя. Ну и, конечно же, забираем мы как можно больше здоровья и добиваем Найтвинга. Блин, практически добиваем. Ну что поделать. Зато он лишился кучи здоровья, поэтому просто свайпаем и побеждаем. В общем-то, здесь, мне кажется, Соломон Гранди нанес больше всего урона. И да, так и есть, 205 тысяч. Дестрог получается на последнем месте, а чудо-женщина заняла почетное второе место. Что ж, 121 тысяч очков сил у меня на данный момент. Таким образом, наверное, я опять попаду в 4% лучших, потому что довольно часто играю в битвах по сети. Играл бы я так в Войны Фракции, но, к сожалению, у меня почему-то не получается. Бэтмен, Рыцарь Архама, Женщина-Кошка, Рыцарь Архама и Шазам. Вроде как серьезная команда. Да и Шазаму здесь со своей пассивкой может наворотить дел. Но я думаю, что мы можем справиться. Опять нам показывают флеша, только с другой какой-то стороны более увеличенным. Блин, я не понимаю этих скриншотов на загрузках. Но да ладно. Отлично, сейчас игра загрузилась гораздо быстрее. Тихо, ставь блок. Фу, хорошо, что у меня стояла экипировка Лекс Корп, хотя она меня даже, по-моему, и не выручила. Блин. Я надеялся-то на нее, то, что стоит экипировка Лекс Корп, значит все будет отлично. Персонаж останется в живых. Так, давайте-ка с Шазамом разберемся и плюс восстановим все здоровье нашему Соломону. Отлично. Ну и добиваем мы Шазама. Получай. Блин, я не знаю, каким образом я выбрал Чудо-женщину. Но я должен был ликвидировать Шазама, но у меня это не получилось сделать. Блин. Почему так всегда получается? Я немножко поторопился и все. После этого все персонажи остались в живых. Ладно, вызываем дестеровку, ставим блок. Блин, вот это да, блок не получилось поставить даже особо. Ну-ка, контратакуем. Хорошо, 190 процентов. Ну и добивание. Давай. Выстрел готово. Отлично. С Женщиной-кошкой мы разобрались. Так, выбираем сейчас Чудо-женщину. Наносим удар щитом. Ликвидировали. Дальше, конечно же, ждем Шазама. Наносим один лишь урон. Ага, у него, значит, экипировка четвертого мира стояла. Я об этом не знал даже, если честно. Блин, иди сюда. Иди сюда. Получай удар. Блин. Что ж такое, Шазам? Отлично. Все, остается лишь один Бэтмен. Ну и так как я демонстрирую здесь, по сути, Соломона Гранди, поэтому выбираем его. Ну и, конечно же, наносим еще один спецприем 2. Восстанавливаем полностью все здоровье. Ну и добиваем, наконец-таки, этого Бэтмена. Хотя не особо получилось у меня это сделать. Давай-ка, давай-ка, давай еще раз один удар. Ну и давайте продемонстрируем спецприем 1, чтобы уж не настолько плохим быть, что ли. А то опять скажете, что не показал ни спецприем 1, не показал ни спецприем 3. Что это за обзор персонажа вообще? Ну, как есть, так есть. 36 тысяч урона, кстати, нанес. Это не так уж и мало. Отлично. И у нас уже третий бой получается. Блин, как-то мы быстро идем. Зеленый фонарь, красный сын. Это у него щит, либо нет? А нет, нет, нет. Это у черненького зеленого фонаря. Ладно. Супермен Инжастис 2 и Бэтмен Бьонт из мультсериала. Ну, давайте попробуем сыграть. Я думаю, у нас что-нибудь получится. Потому что это не настолько серьезная команда. Хотя Бэтмен Бьонт из мультсериала, если поставить на него правильную экипировку, будет наносить немало урона. Я даже демонстрировал один раз вам этого персонажа. Можете найти и покопаться в плейлистах. Там был такой ролик. И он наносил у меня что-то около 15 тысяч. Это немало. Это очень немало. Блин, ну ладно. Попробуем сейчас, конечно, как-нибудь атаковать. Блин, если бы эта зараза блок не ставила. Вы посмотрите, как у меня быстро спецприемы накапливаются. Он не успел ничего сделать, у меня уже спецприем 2 готов. Блин. Давай, наноси урон. Обычный. Ну зачем сразу же с этого начинать? Блин. Ну, конечно, здесь я выберу лучше вот этого персонажа. О, экипировка Лиги Убийц. Да, зашквар. Полный зашквар. Чувачок влетел. Полностью. Потому что, ну, Лига Убийц, конечно, сейчас для меня ничто. Потому что 11 секунд я продержаться особенно чудо-женщиной-то могу. Ну и, конечно, Соломон Гранди восстановит сейчас свое здоровье на этом Бэтмене-бьонде из мультсериала. Получай, сволочь. Вот так вот. Блин, сейчас бы блок поставить правильный. Оп. Блин, я не теми ударами начал бить. Фу, хорошо, что блок успел вовремя поставить. Давай спецприем один. Ну что ж такое. Не успел я вовремя его нанести. И вот так вот все получилось. Ладно. Иди сюда, зеленый фонарь. Наносит урон. Контраатаковать не получилось. Поэтому ждем еще нужного момента. Давай контратаковать вовремя. Давай, чудо-женщина. Молодец. Справилась вовремя. Так. Ну и добивание. Сколько там надо набрать? 200 процентов. Ну, все равно нанесла не так уж и много урона. Ждал от него гораздо большего. Получай, блин. Заколебал ты со своим щитом этим. Ну, точнее, не со щитом, а с его пассивкой. Приходится все время снимать его. Ну, хоть увеличим здоровье. Так. Вызываем вот этого вот перса. Спасибо. Спасибо, что искалечил моего Думсдея. Ну, я по блоку наносить урон начал. А как вы видите, на нем стоит все-таки четвертый мир. Поэтому сейчас будет ого-го, как больно. Так, так, так. И даже не знаю, мне ли, либо нет. Нет. Скорее всего, мне как раз таки. Так. Отлично. Выносим. Хорошо. Я-то думал, обойдемся и без этого блока. Ну, и ждем, пока чудо-женщина появится. Отлично. Выбираем ее. Так, прижимаем в угол. Блин. Он начинает блокироваться. То, что я его зажал в угол, не очень хорошо. На данный момент для моего персонажа. Ну, хотя, знаете-ка. Сейчас он атаковать начнет. Мы контратакуем. Все. Добили. Победа. Конечно, потратил. Добавил я очень много времени на борьбу с этим персом. Мне сказать. Я не знаю, что даже добавить в целом. Я ничего больше не буду говорить. Просто буду смотреть, как его побеждать. Все-таки Соломон Гранди, у него хоть и 94 тысячи жизней, но пройти его очень сложно. Ну, имеется в виду Роцари Архема. Ладно, посмотрим. Давай, главное, ты первый наносишь урон. Давай, давай, давай. Блин. Он же сейчас пистолетами может стрелять. Ты пойми это. Нет, 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 нет. Блин. Вы слышите, наверное, как я тапаю по экрану? Но вы видите сами, сколько урона эта сволочь наносит. Контратакуем. Если его-то пистолетами, контратаковать его легче всего. Пошел вон отсюда. Отлично. И давай по статику. Пятюню и лови, статик. Нет, что-то статик не особо захотел ловить пятюню. Но да ладно, у него все равно четвертый мир стоит, поэтому победить его будет сложнее, мне кажется. Так, отлично. Даже проводить не буду. Контратакуем. Контратакуем на 200%. Лег, статик, получая немного урончика. Ну и еще лови пятюню. Отлично, спасибо тебе за это. 195% всего набило. Я думал больше. Ну ладно, хорошо. Как есть, так есть. Лига Убийц стоит, скорее всего, на этом персонаже, потому что как-то много урона все-таки она наносит. Поэтому придется разбираться. Исчезни, пожалуйста, исчезни. Блин. Проблема в том, что я хочу жизнь сохранить своему дестровку, а Лига Убийц не исчезает. Ну исчезни ты. Спасибо тебе за это большое. Отлично. Отлично. Добивай ее. Просто добивай. Спасибо. Все, остается один лишь статик. Ну, разобраться со статиком легче всего. Потому что четвертый мир это уже не проблема, по сути. Да, наносит урон какой-то. Да, пускай гордится тем, что хоть какой-то урон по мне нанес. Ну и добиваем, конечно же. 195 или сколько? 200% выпускаем Соломона. Ну и дальше начинаем по его голове топтаться. Отлично. Победа. Блин, конечно было сложно. Все-таки хоть и команда сдержалась и победили мы за минуту, а не за 5 минут, как раньше. Но я думал, что потеряю хотя бы одного перса. 5000 очков силы. Это хорошо. Получается, остается последний бой. И там, где Убийца Мороз, там и проблемы. И скорее всего я проиграю. И проиграю я не потому, что хочу проиграть. Все-таки Убийца Мороз. Лига Убийц? Нет, Четвертый Мир. Убийца Мороз с Четвертым Миром. Которая вечно блокируется и которую контратаковать Соломоном Гранди просто по сути невозможно. Вся надежда сейчас на Супермена, у которого стоит мутированная костяные шипы и броня Алекса Корпа. Ну и, конечно, Бэтмен, который сольется в самом начале. Хотя на нем есть Лига Убийц, да. Конечно, команда очень сложная и пройти ее иногда даже невозможно. Кто-то в комментариях писал, что Четвертый Мир это очень проблематичная экипировка. И по сути победить персонажа с Четвертым Миром невозможно. На самом деле нет. Самая проблематичная экипировка это Лига Убийц. Но никак не Четвертый Мир. Блин. Да, эта экипировка слабая и победить персонажа в плане, ну, нанесения урона как такового, ну, очень легко. Но если вдруг эта экипировка начнет работать, а начинает она работать просто после смены персонажа, любого персонажа, то и начинаются первые проблемы. А, да. И вот она, первая проблема. Нужно здесь что-то сделать. Ставим блок. Замечательно. И чтоб хотя бы немножко урона нанести по ней, но она восстанавливается, я буду выжидать. Мне просто больше ничего не остается делать. Потому что Четвертый Мир, как вы видите, Леон работал. А мне приходится, приходится просто ждать. Ну, давай сменяйся уже на Бэтмена какого-нибудь. Хотя, знаете, Бэтмен... Хоть я сейчас и по Бэтмену начну наносить урон, все равно Бэтмен это еще та зараза. Со спецприемом 2. Сейчас же исчезнет. Сто процентов. Хотя нет, блин. Мог бы рискнуть, а он бы не исчез. На нем стоит Четвертый Мир всего-то. Блин, у меня есть все возможности на победу. У меня есть персонаж с Четвертым Миром. Точнее, на Бэтмене стояла Лига Убийц. Я немножко путаться начинаю. Особенно, когда сосредоточился. Мне очень сложно, конечно, сыграть в этот момент. Но я постараюсь. Получай. Дальше выбираем Соломона. Фу, я успел вовремя. Я просто вовремя, ребят, успел. Вы понимаете, сейчас, если я не выберу этого персонажа, то все. Соломону Гранди капец. А на этой Чудо-женщине хотя бы Четвертый Мир стоит. Я каким-то образом защищен от спецприема 3 Убийца Мороз. На 40% защитил персонажа. У него даже жизни еще какие остались. Так, ладно. Здесь я поставлю блок. И на всякий случай сейчас дождусь спецприема 1, чтобы захилить персонажа. Так, подходи. Отлично, Бэтмен. Ну и получай спецприем. Почему-то ты не исчезаешь. Ты точно на заре справедливости? Что-то мне не очень кажется. Ой, ой, ой. Фу, хорошо. Я вроде живой. Надеюсь, это не все мое здоровье. Еще я восстановлю немножко здоровья. Блин, я ж не жалом приостановить игру. Почему она у меня приостановилась? Так, отлично. Надо каким-то образом защищать свою Чудо-женщину. Потому что в любой момент мне понадобится смена персонажа. И смена персонажа мне понадобится, конечно же, на Убийца Мороз. А на Убийца Мороз спецприем. Да. Да, именно. Именно. Вот как-то так это все и работает. Блин, она опять блок поставила, зараза. Добивай ты ее. Блин, ну не могу я играть с этими персами. Пошла вон. Честно говоря, дура, блин. Победить тебе уже надо. Каким-то образом. Все. Спецприем не дано. Отлично. Выскочил Бэтмен. Фу. Без Лиги Убийц все гораздо легче. Я вам сразу отвечаю. Так. Ну и сейчас я хотя бы начну восстанавливаться, ударяя тапами. Давай, давай. Надо же продемонстрировать свое восстановление. Хоть и небольшое, но восстановление. Надо. Продемонстрировал. Так, так, так. Наносим спецприем один по нему. Чтобы хоть что-то сработало, блин. Отлично. Ну, снял с него защиту. Это уже хорошо. Так. Отлично. Провели. Дальше ставим блок. Ну, потому что он по мне нанесет урон, и я это знал сразу. Так. Здесь у нас, конечно же, Бэтмен решил выпендриться. Блин, ну, когда вот не надо, чтобы он исчезал, он начинает исчезать. Как же меня это сильно напрягает. Честно говоря, я могу не победить эту команду чисто из-за того, что... Блин, у меня просто нету здоровья на персонажах как такового. Фу, хорошо-то как. Блин, хоть бы ты заблокировался. Спасибо тебе большое за это. То, что ты хотя бы слушаешься меня иногда. Тем самым я тебя истощил. Ну, и тем самым я на тебе буду восстанавливать дальше здоровье. Получай. Плюс еще истощение. Оно мне очень сильно помогает. Так. Отлично. Давай-ка еще раз. Отлично. Спасибо тебе за здоровье, Бэтмен. Блин, ты мне большего здоровья лишаешь, нежели я на тебя восстанавливаю. Кстати, я восстанавливаю на всех персонажах здоровье. Но мне это не особо мешает. Вот помогает, точнее. Блин. Спецприем 1. По-другому никак. Взмах отличный, но, к сожалению, промах... Промах. Очень и очень плохой промах. Фу, я спас персонажа, но при этом я могу добить сейчас этого. Победа. Отлично. И остается один хрен, с которым разобраться гораздо сложнее, нежели с предыдущими всеми вместе взятыми персами. Но давай, 200% победа. Фу. Я тараторил безумолку. Я даже не знаю, честно говоря, что я говорил, но, надеюсь, по делу. И я победил. Я победил. Это было сложно, но возможно. Честно говоря, то, что я вынес убийцу Мороз, мне это очень сильно помогло. Если бы убийца Мороз в какой-то момент осталась в живых, то все, мне бы хана. Потому что вы видели, как вынесли моего персонажа Чудо-женщину, по-моему. И это было очень больно. Смотреть на это было больно. Но, как вы видите, все-таки мы каким-то образом одолели полностью все пять боев. И, конечно же, эта команда, можно сказать, на 100% реализовала себя. Соломон Гранди здесь работал, как отличнейший дамагер, при этом накапливал кучу спецприема и восстанавливал жизни. Дестроук тоже молодец. То, что обычными этапами я мог восстановить ему жизнь, а также отнять силу соперника. Ну и Чудо-женщина Красный Сын, благодаря своей пассивке и своей экипировке, помогла нам приблизительно во всех битвах. Особенно во второй битве, где я провозился пять минут, и то там Чудо-женщина очень хорошо сыграла. Что ж, на этом тогда все. Надеюсь, вам Соломон Гранди Земля 2 понравился. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока!